Делились мы с автомобилем, это будет у нас FitShuttle, 4 балла, пробег 136 тысяч. Ну не знаю, не точно. Момент по салону, смотрим дальше. Еще один такой же черненький на полировке стоит сейчас. Менты, документы свежие. Бум, все хотят купить себе Subaru Levore. Выбором машины и с Сашиной работой мы очень довольны. Ребят, всем привет, значит, приехал на рынок. Сегодня состоится очередной подбор автомобиля, жду сейчас Николая. Что-то звоню, не могу дозвониться. Итак, сегодня вроде как мы будем искать Honda Freed Spike. Бюджет будет 850 тысяч рублей. Сейчас мы встретимся, еще раз все обсудим, все обговорим. Может быть сменим какую-то марку. Потому что вот на сегодняшний день я знаю, что со спайками, с Freed'ами тяжело. Прям очень тяжело. 850 тысяч, бюджет такой. Ну если мы рассматриваем год свежий, ну как свежий год, там 12-13 года, то это маленькая сумма. Ладно, сейчас встретимся, поговорим. Сегодня покажу, в каком состоянии продаются автомобили. Ну и конечно же покажу, что мы найдем. Вот, поэтому не переключаемся. Подписочка, комментарии обязательно. Лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Поехали, смотрим. Определились мы с автомобилем. Это будет у нас Fit Shuttle. В приоритете не гибридная версия, светлый цвет. Бюджетный автомобиль 850 тысяч. Перед нами. 14-й год, не гибрид. Стоимость автомобиля 799 тысяч. Комплектация идет, ребят, простая. Машину еще не смотрел, сейчас буду ее проверять. Но вообще, вот дошли уже в начало рынка. То есть правую сторону все прошли. Пару автомобилей у нас есть. Есть один черный с пробегом 67 тысяч. И есть тоже серенький с пробегом 67 тысяч. Они на максималке в максимальных комплектациях. Но вот это вот единственный не гибрид, который можно еще как-то рассмотреть. Значит, при выборе автомобиля смотрим. Ну, естественно, уделяем внимание и внешне, и состоянию салона. Плюс хондочки, хондочки, они ржавеют. Как бы... Кстати, обратите внимание, в каком состоянии дверная карта. Есть моменты у них по низу, по низам. Есть моменты по подкапутному пространству. Полтора литра, не гибрид, 14-й год. 799 тысяч. Еще один это уже гибрид автомобиль. Вот только пришел. Только пришел он. Фонарик, да? Нет, спасибо. Есть фонарик. Такие вот тоже моменты. 825 тысяч. 825 тысяч, 4 балла, пробег 136 тысяч. Не знаю, что-то не тут. Не заходит, да, этот? Что-то не знает, не знаю. Не певец, а порой что-то не тут. Что-то не знаю. Ну, не знаю. Не то все. Ну, ты сказал. Ну, это гибрид идет. Ну, давай еще походим, сходим, сходим, посмотрим. В общем, к автомобилю подходим, автомобиль понравился, мы на заметку берем. Не нравится, идем дальше. На него, 760 тысяч хотят. 760 тысяч. Пару крашеных элементов у него. Ну, автомобиль в хорошей комплектации, дешевле. Но, опять же, у него есть нюансы. Есть окрасы. Как бы никто ничего не скрывает. Соответствует аукционному листу. Момент по салону. Значит, 12-й год. Гибрид. 700. 769 тысяч. Комплектация у них хорошая, максимальная. Значит, есть окрасы. Есть окрасы по правой стороне. Незначительные, без шпаклевки, но есть. Тоже возьмем его на заметочку. 12-й год. Пробег 123 тысячи. 123 тысячи. 800 тысяч. Он стоит. 800. 3,5 балла. 123, 132. W1. Ну, и надо смотреть. Вот это резина. Новая. Новая резина. Прошли уже практически весь рынок. Вот у нас осталась центральная стоянка. Самая большая. Так, пока два варианта. Как было. Низа. Смотрим, смотрим дальше. Посмотрите, какой вариант нашли. Значит, 4,5 балла. Он 13-й год. Гибрид. Пробег 79 тысяч. Офигенное вообще состояние. Гибрид. Туманки. А светлый цвет, то, что нужно. Хорошая летняя резина. Штатная. Литишка у него. Мугины. На мугинах. Чистенький салончик. Все, что надо. 900 тысяч он стоит. 900. Есть еще один такой же, черненький, на полировке стоит сейчас. Цена будет такая же. Ну, крутое состояние, конечно. Заводите, заводите. Все, убираем. Ну, здесь все блестит, все отлично. Посмотрел по статистике, все пробивается. Машина вся целая. Вопросов по автомобилю практически никаких нет. Ну, за исключением, да, то, что это все-таки не новый автомобиль. То есть, многие, когда приезжают, заблуждаются, думают, что здесь все новое. Ребята, если захотим придраться, какой-нибудь косячок, сюда найдем. Значит, 900 тысяч рублей, 4,5 балла. Вариант однозначно зашел. То есть, мы его оставляем на заметку. То, что нужно. А черный будет еще с большим монитором и с подогреваемой сиденью. Ну, что, остановились на выборе этого автомобиля. Гибрид, 12-й год. 12-й год по стоимости 900 тысяч. Сейчас ребята поговорят по торгу. Может, что-нибудь скинут. Значит, у него не было... Не было насоса, не было резины. Вот этой жидкой. Попросили, нам отдали. Все отлично. Плюсы комплектации, плюсы пробег, плюсы состояния салона. Много плюсов, минусов. Минусов практически нет на данном автомобиле. Как, если только цена. Но, опять же, хорошая машина. Она должна стоить денег. По сканеру посмотрели, по всем системам. Ребят, все идет отлично. Коробка передач. Здесь идет вариатор. Вариатор. Кстати, здесь на этих автомобилях есть щуп. Можно посмотреть состояние жидкости в вариаторе. Проверили полностью. Все работает. Вопросов нет. Все довольны. Был еще черный. Но, как-то вы знаете, белый цвет все-таки он заходит, нежели черный. Туманка, регулировка зеркал. Здесь идет полный, полный руль. 70 тысяч пробег, ребят. Ну, что тут рассказывать. Лаунч, кстати, из 431 Pro. Напоминаю, лобовое стекло родное. Кстати, документы, документы свежие. От 17 числа документы. Аукционный лист полностью соответствует. То есть автомобиль соответствует аукционному листу. 4,5 балла. 79 тысяч пробег. Сейчас поедем на замену масла. На замену масла. Пыльнички, резиночки. Все там целенькое. И как происходит оформление автомобиля? Отдаем продавцу деньги в руки. Забираем документы. Сверяем номер кузова. Номер двигателя. Идем выписываем договор. Друзья мои, смотрите. Последнее время на Леворге. На Леворге пошел какой-то прям бум. Все хотят купить себе Subaru Левор. Так вот. Все хотят купить, но бюджет у всех почему-то маленький. Сколько стоит нормальный автомобиль? Это значит 15 год. 1,6 GT. 4 балла. Пробег 50 тысяч. Стоит он 1 миллион 340 тысяч рублей. Вот такой автомобиль с таким пробегом. За 1 миллион 150 тысяч рублей. За 1 миллион 200 тысяч рублей. Вы не купите. Я не проверял вот этот аукционный лист. Но уверяю, что все соответствует. 4 балла. Пробег 50 тысяч на автомобиле. Значит, кожаный руль. Кстати, болячка этих автомобилей. Это руль. Руль у них трепается прям вот. Смотрите, 50 тысяч пробег. Да, ну вот в таком вот он состоянии. Здесь идет адаптивный круиз-контроль. Кнопка старт. Система анти-юз. Это регулировка подсветки. Висят у нас все шильдики. Возвремене масел. Комплектация это, конечно же, не максимальная. 1 миллион 340 тысяч рублей. Это нормальная цена. Ну, плюс, конечно же, есть какой-то торг. Торга 40-50 тысяч рублей. На авторынке такого торга здесь нет. Вообще скидывают 5-10 тысяч рублей. Ну, может быть, чуть-чуть побольше. В общем, на Леворго, на Леворго готовьте 1,3-1,350. На самом деле, неплохой Субарь. Да, есть, говорю, своеобразные болячки. Все своеобразные болячки есть у каждого автомобиля. Здесь они в обслуживании, конечно, Субару, он идет подороже. Но автомобиль того стоит. Один раз сделал и забыл. После покупки автомобиля, если вам необходимо, но масло поменять в любом случае необходимо, он стоит, красавчик наш, сейчас будет заезжать. Докупаем масла, фильтра, покупаем резину, если это нужно. Возможно, сделать второй ключ. Купить коврики. В общем, ребят, можно сделать абсолютно все. Вот в сегодняшнем случае, в принципе, здесь на автомобиле у нас все есть. Есть, купили масла. Взяли аж на три замены вперед. То есть сейчас поменяют масло. Ехать 10 тысяч. Возможно, в дороге где-то поменяют масло. Короче говоря, на три замены масло взяли. Вот приехали, сейчас будем менять масло. Также приобрели масло в вариатор. Взяли про запас. Ну и в вариаторе поменяется масло через 20. Уже дома. Ну, посмотрите, какой красавчик, согласитесь? Заодно поглядим сейчас автомобиль снизу. Мы поглядим. Друзья мои, на сегодня будем заканчивать. Вам уже показывать не буду. Всем хорошего настроения. Всем хороших автомобилей. Всем пока, ребят. Наверное, все-таки не все. Еще будет пару слов. Ну, я хочу сказать, что выбором машины и Сашиной работой мы очень довольны. Все, он как надо. Это именно то, зачем мы сюда ехали. И получили то, что хотели. Благодаря Александру. В общем, хорошая работа, хороший результат. Все. Все, сейчас гулять, отдыхать. Да, гулять океанариум, Владивосток, море, хорошая погода и домой. Ну, все, отлично. Кстати, все-таки вот, ну, не все-таки, а подняли на подъемчик, посмотрели снизу. Ребят, ну, состояние, конечно, огонь для фита. Ну, теперь точно все. Всем пока.